Автомобильный паровозик из трех вагончиков практически остановил движение по Некрасовскому путепроводу. Автомобильный поток стремительно движется в город по Некрасовскому путепроводу, но лишь до того момента, когда один из участников, внедорожник Mercedes-Benz G-класса, именуемый в просторечии Геленваген, решает притормозить. И тут же ему в задний бампер упирается другой внедорожник Mitsubishi ASX. Но через мгновение добавляется еще один фигурант аварии универсал Mazda Capella. Водитель просто не успевает отреагировать на маневры впереди идущих авто и по этой причине даже не думает снижать скорость. Чувствительный толчок универсала собирает три машины в одну большую кучу железа, где лишь цвет автомобилей позволяет внешне отделить один от другого. В столкновении досталось всем, пусть и не в равной степени. Геленваген лишился целостности бампера, у него деформирована дверь. Владелец оценивает потери в четверть миллиона. Плюс потребуется время на восстановление. Джип, мало того, что дорогой, еще и редкий для наших широт. Mitsubishi ASX помято сразу с двух сторон. Даже невооруженным глазом видно, помято основательно. В чем причина? Скорость, что ли, Юсу, ты же больно вмялись хорошо? Где больно вмялся хорошо? Вот эта вот машина... Это просто машины такие. Ничего не вмялся. Но что особенно обидно, пока не ясно, каким образом виновник будет оплачивать ремонт, поскольку его-то, главного действующего лица на месте аварии, не оказалось. По словам очевидцев, он отпросился на минутку по делам и пропал. Найденные в Капелле страховые документы просрочены, и в них даже не значится мужского имени. Впрочем, сотрудники ГИБДД настроены решительно, есть надежда, что способ помочь деньгами пострадавшим за счет виновника найдут.